Всем привет, друзья! Я снова вас приветствую на своем канале. Поговорим сегодня о канарейках, о здоровье канарей, о правильном питании канарей, о разнообразном питании канарей. В общем, почему я сегодня хочу сделать акцент на питании. На мой взгляд, питание это фундамент, это основа. То есть сейчас, как мы накачаем своих канарей, свой молодняк, своих племенных птиц, то чем мы лучше накачаем, тем лучше они нам потом дадут потомство и будут лучше, и здоровьем будут лучше, и будут нас радовать. Во-первых, будет птица здоровая, а это самое главное. В общем, друзья, смотрите, вот так хорошо видно фокус. Это у меня мокрица. Уже в стадии молочно-восковой спелости семена, то есть цветы, отцвели, бутоны такие закрылись, получились такие небольшие, как кувшинчики или как рюмочки, и там формируются семена. Вот эти семена канарейки, если я скажу, очень сильно любят, но это можно сказать, что я ничего не сказал. Канарейки кайфуют от них. Канарейки отказываются от сухого зерна и просят вот эти вот семена молочной спелости. Мокрицы, одуванчика, скоро будет подорожника семена, скоро будет лебеды семена молочной спелости. В общем, все эти семена канарейки просто жаждят этого корма. Друзья, пойдемте, я вам покажу, кого я сегодня отсадил, покольцевал, в общем, все сделал как положено. Кстати, ребятки, если вы канарейки, если вы канарейк разводите и просто молодняка отсаживаете в общий бассейн, потом там летают они у вас влево, вправо, а порвать вы как будете? Где вы, где самец, где брат, где сестра? Вот для этого надо кольцевать. Ну, кольцевать это, как бы так, вам на скидку. Кольцуйте, не забывайте. Ну, в общем, пойдемте ближе к делу, как говорится. Покажу. Посмотрим, как они едят мокрицу и как они вообще себя чувствуют. Это мои новые, это, по-моему, Сианешвась уже третье поколение в этом году молодняка. Друзья, обязательно перед дачей хорошенько моем травку, любую, которую вы там будете давать. Но если вы будете давать цветочки, то цветочки можно не мыть. Для сегодняшнего молодняка я выбрал свою старенькую клеточку. Вот такая вот у меня старенькая клеточка. Ну, немножко реставрировал, но немножко на скорую руку поддончик заменил. Видите, внизу идет новая реечка, стоит там фанера, дно, все полностью. Выкинул старое, новое поставил, подогнал. А вот этот бортик зелененьким еще буду реставрировать потом, попозже. Сейчас реально некогда, лето, и надо и огороды строить, и зелень заготавливать, и семена заготавливать. Ну, это так. Так, по поводу канарейчик. Сейчас подробненько все покажу, посмотрите. Вот, видите, какой маленький птенчик. Обратите внимание, немножко пощипанный, вот второй братик. Вот сейчас перед нами две канарейки. По ногам, смотрите, одно кольцо черное, и второе. Второй сидит тоже кольцо черное, а сами одинаковые, видите, как будто два брата. Но у этого крылья, плечи немножко белее, а у того желтее. А вот сейчас к нам прыгнул зеленое кольцо. Это канарейки с другого помета. То есть, здесь две семьи. Одна семья дала три птенца, другая семья дала два птенца. Те, которые два, они одинаковые. Я вам их недавно, помните, показывал, то, что они именно с хохолком. А вот такой любопытный. И вот там в правом углу, вон там в левом, вернее, в левом углу есть шурупчик. Это шурупчик для гнезда. Я когда-то разводил в этой клеточке гнезда. Сейчас я туда установлю мокрицу, и вы посмотрите, как они ее едят. О, пожалуйста, видите как? Что сразу взял птенчик? Семена молочно-восковой спелости. Какой молодец! Вот прям как по заказу. А второй, третий. Вот видите, они, в принципе, не особо и боятся-то, не особо и пугливые. Ну, каждый день с ними нянчаюсь. Дома, говорят, с канарейками больше нянчишься, чем дома бываешь. Ну, это, наверное, все-таки болезнь канароводства. Сейчас давайте установим туда, на угол, и аккуратно посмотрим, как они будут кушать. Но уже мы посмотрели. Вот, кстати, обратите внимание, все у меня не подщипаны. Подщипаны. Здесь, вон, возле хвоста первого выщипаны, там шея была выщипана, там голова была выщипана. Они, видите, молодцы, по очереди прыгают и позируют нам. Это подщипаны, потому что их родители щипят. Щипят. Готовятся, видимо, на следующую кладку. И самочка, я не знаю, самочка или совместно, тут их подклевал маленько. Ну, сейчас они тут посидят, отрастет все у них, все будет хорошо. За сегодняшнюю съемку у меня эти хулиганы малолетние два раза вылетали из клетки, представляете? Один раз на улице, пока я там менял им посуду, тарелочки ставил, один вылетел, ну, где-то пролетел метров пять, я его догнал. И сейчас вот я мокрицу устанавливал, снова выскочил. Шустрые. Как-то я читал одну литературу старинную, и там вот попались такие строки, я вам сейчас их процитирую, что канароводами было замечено, что если птенцы выскакивают вот именно в двери, бывает так, не все, а какой-то один выскакивает, выскакивает. В основном самцы всегда выскакивают почему-то. То ли они шустрее, то ли они вот... Ну, в общем, вот имейте в виду, я вот такую информацию услышал. Насколько это правда, не знаю, но вот имейте в виду, я знал, с вами поделился. Так, по поводу цвета, птенцы будут все-таки на раз желтые, но вот смотрите, один бледно-желтый, другой не ярко-желтый, как интенсив, не интенсив. Вон я им повесил мокрицу. Друзья, ну вот так вот я устанавливаю мокрицу, и птенцы прекрасно едят. Но только сейчас они горят, им в горло не лезет, когда вот так съемка ведется, и надо поклевать на камеру. Детский сад, где постарше, те уже у меня без комплексов, те только, да, и дербанят. А эти, видите, смущаются, стесняются, но ничего страшного. Значит, смотрите, по поводу кормежки. Когда я отсадил своих птенцов, даю я им траву буквально каждый день и по многому. Вот это сегодня у них, наверное, четвертая дача мокрицы, особо они ее не хотят. С утра аппетит хороший, сейчас не очень. Значит так, когда я отсаживаю птенцов, я даю им яйцо, желток, белок. Друзья, вот так вот выглядит пол в клетке за рабочий день канареек. С утра они ели, в обед они ели, сейчас полдень и вечером снова будут кушать. Завтра с утра будет меняться подстилка, то есть вот за день происходит вот это. И вот здесь вы сейчас наблюдаете на блюдце пророщенное зерно. Пророщенное, значит, семечко, пшеница, овес, рапс, сорга, просто немножко. В общем, все, что можно было прорастить, я все прорастил, но основная масса это семечки, пшеница, рапс. Канарейки очень любят пророщенное, оно мягкое, и это нужно и важно, они таким образом лучше будут переходить на самостоятельное питание. То есть зерно размокшее и слегка, во-первых, оно размокшее, оно мягче, вот видно вам хорошо. и рядом же стоит кормушка с обычным сухим кормом, ну обычная зерносмесь, тут и рапс, и лен, единственное, лен не замачиваю, лен неудобно, он в замочке как-то лип, скользкий, прилипает везде, лен не очень. Так, что хотел сказать, по поводу кормления, с утра даю сразу яйцо вареное, ну допустим, сейчас их здесь пятеро, да, пятеро, двое в одном были, и трое во втором. Даю четвертинку круто вареного яйца, толкует, а все вилкой или ножиком так немножко покрошил, и они охотно это поедают, целое не так едят, они еще мелкие, целое не любят, а вот как крошеное очень хорошо. Ничем не присыпаю, в плане манкой, сухарями, нет, ничем не присыпаю. Единственное, бывает, присыпаю, балую их, присыпаю семенами одуванчика, сейчас я вам их отдельно покажу, заготавливаю семена одуванчика. Ребят, вот так выглядят семена одуванчика, это спелые семена одуванчика. То есть, они настолько мелкие, что только присыпать, то есть, можно, можно присыпать яйцо, вот так, как я сейчас сказал, и можно присыпать тертую морковку, свеклу, кабачок, тыквач, яблоко, но яблоко на терку не надо делать, лучше целиком. То есть, вот так вот, пожалуйста. Очень полезно. Вся литература сравнивает семена одуванчика с черной икрой. Для человека черная икра полезна, не знаете? Ну, вот такие дела. В общем, с утра они кушают яичко вареное, присыпано вот этим семенами, как вы сейчас видели, одуванчика. Потом в обед они кушают траву, наверняка, но с яйцом тоже трава идет, это утром, потом в обед снова трава, чисто трава. А полдник и ко сну, когда уже они готовятся там на ужин, у них набухшее и пророщенное зерно. Опять повторюсь, зерно и пшеница, и семечки, и рапс, и проса, и канарейшное семя, и сорга. То есть, там, в принципе, все едят. Но сухая смесь при этом всегда в клетке есть, как альтернатива. Но они ее, в принципе, не трогают, когда появляются вот эти вот все вкусняшки. А вкусняшки это трава, особенно вот такая, как сейчас, вот мокрица с семенами молочного сковой спелости. Также есть одуванчики, но одуванчики не всегда у меня получается поймать. Они превращаются в этот пух и улетают. Вот то, что я сейчас насобирал, это я вам сейчас показал, я собирал и еще буду собирать. Но это в основном будет у меня даваться в рацион, вводиться в рацион, в осенний, зимний и ранней весной, когда будет скудное питание, я буду баловать своих пернатых семенами одуванчика. Также, также планирую в этом году посадить одуванчик семенами и выкопать корнями, выкопать специальные ведра, специальные такие корыта сделаю, буду выращивать одуванчик и в принципе птица моя будет круглый год питаться зеленью одуванчика с салатами, морковки, то есть это я потом отдельно буду снимать видео, вам показывать. Вот такие вот у меня новости на сегодняшний день. А, кстати, еще хотел сказать хорошую идею, сейчас я вам покажу, купил я тут. Ребят, вот купил, называется, кормовая сера. Вот, видно вам, тут два пакета просто. Ну, в общем, кормовая сера, она как крахмал на ощупь, желтая. Я применяю ее в период, когда вот птенцы набирают перо. Очень полезно. Итак, эта сера кормовая очень полезная, по ней надо делать специально видео. Но я вам сейчас в двух словах скажу, как я пользуюсь. Я сделал обыкновенную детскую присыпку, ну, бутылку там сделайте, несколько дырочек, отверстий, иголочкой тоненькой. И вот, когда вы даете траву, вы ее помыли, стряхнули, воду сбили, но трава у вас еще влажная. Вы слегка, как присыпка, присыпаете этой серой, такой пылью на зелень. Эта пыль прилипает, птица кушает и попадает ей сера. Тем самым, вы улучшаете перо своих канареек. Даже можете проэкспериментировать. Взять, например, две клетки одних птенцов, будете содержать с добавлением кормовой серы, а других птенцов будете кормить без серы. И на финише, когда они наберут у вас перо и облиняют, вы заметите колоссальную разницу. И вспомните тогда мои слова, скажите спасибо. Ну, можете, в принципе, и не благодарить. Ребят, в общем, кому интересно по поводу серы, изучайте, думайте, пишите свои комментарии, пишите, вернее, свои. мнение по поводу этой серы. Я, в принципе, даю, доволен. И канарейкам, и попугаям даю, и амадинам даю. даю всем, у кого есть перо, и курям даю, они от этого только яйца вкуснее несут, кстати, курочки. Надо будет как-нибудь вас познакомить с моим новым курятником. Ну, ребятки, до скорой встречи. Мои малыши передают вам всем привет. Подписывайтесь, жмите спонсорство, кто хочет стать спонсором канала, пожалуйста, жмите. Будем разыгрывать призы, более ценные призы будем разыгрывать, наверное, среди спонсоров, потому что призы ценные, их мало, так же, как и спонсоров, но, тем не менее, такие вот планы на будущее. Все, на этом говорю всем пока, до скорой встречи, продолжение следует.